Всем привет! Давно мы с вами не виделись, и да, уже август, уже просто скоро, очень скоро закончится лето, начнется осень. Надеюсь, что вы хорошо проводите свое лето. Ну, а мы сейчас в России, то есть в таком небольшом отпуске. На самом деле, я летом не была в России уже три года, представляете себе, просто три года. И, конечно же, это здорово, что наконец-то мы смогли сюда приехать. Если вы вдруг подзабыли или недавно подписались, то меня зовут Маша, я живу в Париже. И сегодняшнее видео я решила снять именно, вот вы видите по названию, о, скажем так, проблемах билингов, то есть, или триллингов, то есть, людей, которые знают несколько языков на очень-очень-очень хорошем уровне. Снимаю я на природе, на воздухе, поэтому есть такая вероятность, что сзади будут немножко шуметь деревья. Ну и что зато в таких вот очень естественных, нисколечко не искусно созданных условиях. Конечно, строго говоря, билингвы, триллингвы и так далее. Дети в семье, которые говорили на нескольких языках. И таким образом они выучили и владеют одинаково хорошо несколькими языками, то есть, у них в семье это принято с детства. Я родилась не в интернациональной семье, но, тем не менее, может быть, вы знаете, я говорю на английском и на французском, помимо русского, конечно же. Английский язык я начала учить, когда мне было года три, наверное. Французский уже значительно-значительно позже, я уже пошла в университет. Плюс я прожила в Америке и живу во Франции уже несколько лет. В общем, я считаю себя билингвом или даже, можно сказать, триллингвом. Триллингвом в меньшей степени. И почему? Потому что я думаю на двух языках. Иногда на трех, но в основном на двух. У меня вот такая, то есть, уже привычка, я даже не знаю, что это. Это для меня совершенно естественно. Плюс иногда, конечно, мы сами с собой разговариваем. Нет, это не должно звучать как-то очень страшно. Но, конечно же, там иногда себе что-нибудь так скажешь, что-нибудь там. Эх, почему я не сделала вот так, например, о чем-то? И я могу сказать это как на русском, так и на английском совершенно автоматически. И вот, приехав в Россию, я поняла, что на самом деле у людей, которые долго живут в какой-то другой стране, или у людей, которые вот, да, уже билингвы, то есть у людей, которые одинаково хорошо владеют несколькими языками, и у них могут возникать иногда такие проблемы. Так что, если, в общем, вам интересно, какие же такие проблемы могут возникать у таких людей, то продолжайте смотреть дальше. Первый пункт проявляется уже в самолете, ну или где-то на таможенном контроле, в общем, еще на самом-самом въезде только в страну. Ты просто понимаешь, что ты не можешь вспомнить нужные слова. То есть, это на самом деле ужасно. То есть, ты знаешь, что ты хочешь сказать, но при этом у тебя выскакивают варианты на английском, на французском языке, и, как сказать это на русском, ты не знаешь. И это, на самом деле, немножко жутковато даже, потому что я, на самом деле, и канал заводила частично из-за того, чтобы не забыть русский язык, то есть, чтобы нормально разговаривать грамотно, хорошо. Но, тем не менее, конечно же, жизнь в другой стране очень-очень сильно сказывается не то, чтобы на словарном запасе, но на том, как, скажем так, мозг успевает вытаскивать эти слова, иногда, чтобы не выглядеть каким-то совершенным тормозом, потому что пока там мозг найдет нужное слово, пока выкопает какое-то более подходящее слово, что ли, я просто говорю любое слово, которое примерно подходит по контексту, но иногда, конечно, это звучит немножко, скажем так, не по-русски. А иногда вообще бывает, что ни на одном из трех языков ты вспомнить это слово не можешь. То есть, ты прекрасно понимаешь, о каком явлении или о каком там предмете ты хочешь рассказать, но при этом в голове просто такой, либо такая обезьянка, которую вот так вот, может быть, вы видели у Гомера Симпсона, хлопает тарелками, либо такой совершенно, как сверчки просто играет. То есть, это ужасно. Зная три языка, ты не можешь найти подходящее слово. Следующий пункт это то, что некоторые даже самые обычные слова начинают звучать как-то очень-очень странно на родном языке. То есть, я иногда говорю какое-то совершенно обычное слово, но при этом у меня в голове возникает какой-то небольшой диссонанс. Мне кажется, что я говорю что-то неправильно, хотя при этом все просто идеально. Например, когда я приехала из Америки, то я встретилась со своей подругой, и я у нее спрашивала, слушай, а понедельник это вообще нормальное слово? Она мне говорит, да. Я такая думаю, что понедельник? Это настолько странно звучит. И потом я еще пыталась узнать, как сказать, когда много яблок. Ну, в общем, да. Следующий пункт это то, что тебе начинают говорить, что у тебя есть акцент в твоем родном языке. Я вот не знаю, вы мне скажите, у меня есть акцент, потому что мне кажется, что нет. Но да, то есть, когда ты знаешь несколько языков очень хорошо, тебе иностранцы начинают говорить, что у тебя нет акцента в их языке, но при этом тебе твои родные соотечественники говорят, что что-то у тебя на русском языке акцент какой-то появился. Следующий пункт касается того, что ты начинаешь понимать, что в некоторых ситуациях слова из другого языка намного точнее описывают ситуацию, нежели чем, например, слово из твоего родного языка, то есть из русского языка. Будем говорить уже конкретно. И это на самом деле так, потому что есть, конечно же, непереводимые какие-то слова, которые действительно более точные. И, в общем, ты такой... Оказываешься опять в ситуации, что тебе хочется употребить именно вот то слово, которое хочется сказать, то, что ты бы именно хотел донести, но нет, потому что если человек не владеет этим языком, ты, конечно же... Ну, смысл употреблять это слово? Приходится использовать то, что есть. Конечно, сейчас могут еще появиться такие комментарии вроде русский язык великий, могучий и богатый. Да, конечно, безусловно. Но, ребят, правда, есть такие слова и выражения. Вы можете их даже погуглить. Мне кажется, где-то в интернете висят списки непереводимых, но очень точно описывающих ситуацию слов и выражений в других языках. Следующий пункт это то, что ты начинаешь калькировать слова из иностранного языка в русский язык. И это я, кстати, замечаю очень сильно у людей, которые прожили очень-очень долго в какой-то стране, ну, там, десятки лет. Они действительно уже начинают просто заменять русские слова иностранными, просто произнося их с русским акцентом. По-русски совершенно. И вот я надеюсь, меня это не коснется, потому что действительно это звучит немножко, что ли, как-то пафосно. Но на самом деле люди не пытаются как-то это... Не пытаются показать, что они вот так хорошо знают иностранный язык или что вот они так долго прожили и не помнят русский. Нет, это действительно делается автоматически. Так что да, конечно, это звучит немножко странно и глупо, и... Но что поделать, это не специально, это не для того, чтобы как-то показать себя каким-то пафосным или еще как-то. Нет, это, ну, вот, к сожалению, издержки вот такие вот проживания в другой стране. И да, сейчас я говорю о проживании в другой стране, нежели в стране своего родного русского языка, но на самом деле это касается не только этих моментов, потому что даже когда я, прожив в Америке, опять приехала в Россию, у меня в России было то же самое. Здесь именно вот момент, касающийся того, что вы знаете несколько языков одинаково хорошо. И тут начинаются вот такие вот какие-то проблемки. Следующий пункт это то, что на другом языке совершенно меняется голос, интонация. Некоторые люди говорят, что это же характер, но характер не знает, но меняется настроение. Это правда так. То есть, если, например, у тебя не очень настроение, и ты меняешь язык, то действительно ты уже на другом языке начинаешь говорить совершенно по-другому. Ты немножко другой же, что ли, человек. И да, это абсолютная правда. Да, действительно, у меня, я сама замечала, что у меня и интонация. Ну, интонация это, наверное, все-таки что-то такое языковое, это нормально. Но вот то, что меняется голос, это немножко странно. Еще один пункт, который касается именно приезда, например, в Россию, это то, что я иногда не понимаю, что говорят люди. И меня это иногда пугает. Ну, то есть, например, когда я слышу, что говорят фоном, или я слышу, когда говорят какую-то большую фразу, я не смотрю на собеседника, это не со мной, например, именно разговаривают. И я иногда не понимаю. То есть, я все слышу, я слышу все слова, я знаю, естественно, все слова, но при этом общий смысл фразы мне непонятен. И это не потому, что я это слышу фоном и как-то не прислушиваюсь. Нет, я могу, например, действительно слушать какую-то фразу, которую человек говорит другому человеку, прям передо мной, большую какую-то фразу, и я буду стоять и думать, что... Следующий момент, это то, что иногда ты не знаешь, на каком языке ты говоришь. И да, возможно, для тех, кто не сталкивался с этой проблемой, это звучит как-то странно, может быть, очень странно, но это действительно так. Иногда, когда нужно сменить быстро язык, то есть, например, ты говорил на одном, потом тебя просят поговорить на другом, например, на собеседовании или где-то еще. Естественно, я перехожу с одного языка на другой совершенно без проблем, абсолютно свободно, но иногда я действительно не знаю, на каком языке я говорю. То есть, у меня в голове проскакивает мысль, а что, если ты вдруг поменяла язык, и люди сейчас на тебя смотрят и думают, что, на каком... Почему она вместо английского, скажем, говорит на русском, или вместо французского на английском, или наоборот. В общем, действительно, бывают такие ситуации, и в этот момент я просто думаю, так, ну, надеюсь, я говорю на том языке, на котором надо. При том, что мысли в этот момент тоже могут быть совершенно на любом из этих трех языков. Вот такая вот странная ситуация. Ну, и последний пункт, который касается больше, скажем так, именно интернациональных семей. Вот у нас как раз интернациональная семья, и мы, на самом деле, очень сильно мешаем языки. То есть, у нас русский, английский, французский, и мы их мешаем. И, на самом деле, это может быть не очень хорошо, да, но действительно это происходит, это как-то само собой случается, и у нас может предложение состоять сразу из трех языков. И для нас это совершенно нормально, естественно, так как мы понимаем все три языка и свободно ими владеем, но для посторонних людей, которые слышат наш разговор, или, может быть, даже как-то немножко в нем участвуют, это, конечно же, очень-очень странно выглядит и звучит. Конечно, если мы разговариваем с кем-то третьим и четвертым, то есть, много нас участвует в одной дискуссии, и не все эти люди владеют именно вот этими всеми тремя языками, то мы говорим на каком-то одном языке обычно. Но когда мы разговариваем между собой, то действительно очень сильно мешаются языки, просто, я представляю, как это звучит, какой-то просто винегрет, наверное, из языков, из слов, из разных языков таких надерганных. Ну что, это все пункты, которые я смогла для себя обозначить. Если вдруг вы говорите на нескольких языках очень хорошо, и, может быть, даже считаете себя билинговыми, трилинговыми, там, не знаю, пятилинговыми, то обязательно оставляйте внизу в комментариях ваши варианты, с какими-то такими небольшими проблемами, забавными ситуациями, странностями вы сталкиваетесь. Очень будет интересно почитать, потому что, может быть, я как-то не все смогла заметить, не все смогла вспомнить. Так что пишите, я с большим удовольствием почитаю. Ну а на сегодня это все. Я надеюсь, что я не буду так надолго больше пропадать. И да, увидимся в новых видео совсем скоро, здесь же, на этом же канале. Подписывайтесь, если еще не подписались. Пока-пока!